Это сервис Удоба, о котором я многое подробно рассказываю практически на каждом вебинаре, потому что сервис действительно хорош. В прошлом году у меня был отдельный вебинар. Если вам вообще интересно об этом сервисе, то на портале Директ Академия можно найти. Я думаю, он еще не устарел, и в общем можно им воспользоваться. Я расскажу только об одном шаблоне. Сервис Удоба – это сервис, созданный для учителей прежде всего, но и библиотекарь, я знаю, тоже его активно использует. Создает разный интерактивный контент – викторины, тесты, интерактивные книги, ленты времени, карты и так далее. Здесь более 50 интерактивных форматов, и есть такой формат, который называется интерактивное видео. Сервис на русском языке, абсолютно бесплатный, никаким образом никак не ограничен. Поэтому советую к нему присмотреться. Да, он не такой красочный, как предыдущие сервисы, но весьма функциональный. Ну, давайте посмотрим. Он поддерживает загрузку видео в формате MP4 с компьютера и видео с YouTube. Ограничения есть по размеру видеороликов, к сожалению. Сервис не поддерживает огромные видеоролики, там, по-моему, до 10 МБ. То есть очень небольшие видеофрагменты на самом деле. Либо большое, но с сжатым форматом, в ухудшенном качестве. Ну, я вот попробовала YouTube, YouTube поддерживался, все нормально. Можно попробовать, вот как раз в YouTube поэкспериментировать со ссылками YouTube. Может быть, он уже стал их поддерживать. Можно попробовать. Последний раз у меня не получилось, но вдруг сервис постоянно меняется. Все-таки он российский. Итак, загрузили. Это все делается во вкладке «Загрузить, вставить видео». Шаг 1. Переходим к шагу 2. Нам открывается… Ну, вот я видеоролик загрузила. Ссылочку я вам в чат отправила на это видео. Вот видеоролик я загрузила в мультяшный. И дальше вот такое поле у меня открылось с большим количеством значков. Я их пронумеровала. Сейчас я вам оглашу весь список, чтобы не потерять. Это все интерактивности, которые можно добавить внутрь видео. На сегодняшний момент у ДОБА самый функциональный сервис. То есть он предлагает больше всего заданий и упражнений по разным типам, которые можно вставить. Ну, давайте по порядку. С 1 по 17 пойдем. Итак, кнопочки. Можно добавить надписи, тексты, таблицы, ссылки, изображения, викторину на основе утверждений, викторину с одним правильным ответом, вопрос с несколькими правильными ответами, вопрос «Правда или ложь?», задание «Заполни пропуски в тексте», задание «Дракон-дроп» это называется, «Тащи и бросай», но это когда у нас дается картинка, и нужно подобрать к этой картинке какое-нибудь ее текстовое обозначение. Ну, угадай картинку, по сути, да, что изображено на картинке. Для этого нужно мышкой перенести правильный ответ внутрь картинки, поэтому «Дракон-дроп». Дальше, на двенадцатой кнопке остановилась. Двенадцатая – это задание «Отметь слова», то есть какой-то текст дается, там слова нужно отметить. Задание «Перенеси слова», здесь наоборот в текст нужно вставлять. Дальше, интересный четырнадцатый – это вопрос «Ведвление», он же «Перекресток». Пятнадцатый – это добавление горячих точек. Шестнадцатый – это добавление анкеты. Можно прямо опросник вставить внутрь видеоролика. Ну и седьмое, и семнадцатый – это вопрос «Открытый» с текстовым ответом в специальном окошечке. Вот. Пожалуй, все, хватили. Все, что здесь только можно было придумать, все, что можно вставить внутрь, все здесь вставлено. Задания здесь не такие мультяшные, как в Learning Apps, поэтому подойдет больше не для начальной школы, конечно же, а для среднего и старшего звена, но хорошо работает. Давайте смотреть. Итак, я все кнопки открывать не буду, это все очень долго и нудно будет. У меня есть обучалка по УТОПе, там я про каждую кнопочку очень долго и нудно рассказываю. Покажу несколько кнопок. Первая кнопка – вот добавление текста. Он будет появляться прямо поверх видеоролика. Можно его сделать в виде кнопки, то есть просто появится некая кнопочка, на которую нажмете, откроется весь текст. Либо будет постер. Это сразу весь текст, сразу все поле будет отображаться. Опять-таки, время показа. Мы запускаем видео, ставим на паузу, выбираем опцию «Текст», нажимаем на эту кнопку, открывается вот такой конструктор. Здесь уже выставлено время показа. И мы смотрим, что 10 секунд эта текстовая надпись будет висеть. Если нам мало, то вручную просто ставим другую цифру. Если много, уменьшаем, соответственно. Дальше. Обязательно поля отмечены красными звездочками. Вот нужен, собственно, здесь только текст. Вводим его в нужное поле. Там еще внутри можно гиперссылку вставить. Все гиперссылки будут активными. Прямо в видеоролике по ним можно щелкать и переходить. Здесь все будет работать. Нажимаем на кнопку «Готово». И у нас первая интерактивность уже вставлена. Еще забыла сказать, здесь еще есть опция «Остановить видео». То есть вот эти 10 секунд видео затормозится, чтобы участник смог прочитать текст. Ну, а потом через 10 секунд включится заново. Либо появится кнопочка «Продолжить просмотр». Далее. Вот, пожалуйста, картинка. Конструктор, как вы видите, примерно такой же. Нам нужна картинка, которую мы загружаем с компьютера. Выставляем время показа, выбираем, как будет картинка в виде кнопочки, либо сразу будет появляться. И можно еще текст при наведении добавить, например. Дополнительно к картинке можно рамочки добавить и фон. Так, оформить ее более симпатично. Ссылка. Тоже очень просто здесь добавляется. От нас нужна только ссылка и название этой ссылки. То есть будет появляться некий заголовок на экране. Мы на него нажимаем, а это ссылка. И мы переходим на другой веб-ресурс. Вот таким образом это все работает. Для ссылки тоже можно добавить фон и тень. Ну, более красиво это все нарисовать. Собственно, к самим заданиям. Про задания тоже более подробно надо смотреть в обучалке. Там, в общем, у всех заданий конструктор очень похож. Вот самый распространенный вариант. Это викторина с выбором ответов. Может быть, несколько правильных, может быть, один. Но в данном случае один будет правильный, и он будет первый. Дальше вписываем столько вариантов, сколько надо. Можно не один вопрос добавить. Можно сразу целую викторину вставить внутрь. И тогда, соответственно, участник потратит больше времени. И нам уже нужно выставить не 10 секунд просмотра, а, соответственно, больше рассчитать примерно, сколько это все будет длиться. Ну, и добавляем точно так же «Сохранить», «Добавить» и переходим дальше к просмотру видео. Новую викторину «Новый вопрос». Вот так мы их распределяем по всему видеоролику. Дополнительно, что еще к викторине можно добавить? У викторины здесь очень подробная обратная связь. Она как раз ориентирована на учителей. Если вам это не обязательно, можно пропустить. А вообще здесь есть такая вкладка, называется «Общий отзыв». Вы можете выставлять оценки. Особенно, если вы внутрь видео целую викторину вставили из 5-10 вопросов, например. И вы можете раздать диапазон оценки. Что это такое? Ну, вы, наверное, в тестах видели, да, что если правильно ответишь на 2 вопроса, тебе напишут «Ну, неплохо для начала». Если там наполовину ответишь, тебе напишут «Хорошо». Если там на все ответил, напишут «Отлично». Вот здесь такая же история. Вы можете в процентах высчитать, сколько. И, например, если он ответил на 20% вопросов, написать там такую оценку. Если наполовину, то другую. Диапазоны добавляются через синюю кнопочку «Диапазон». И можно вручную прописать обратную связь, которая будет участнику показываться, после того, как он ответит на вопросы именно этой конкретной викторины. Здесь еще есть более подробные отсечки. Действия, если правильные, действия, если неправильные. Вот такая настройка есть. Здесь, если участник ответил верно, его перекинут в один фрагмент видеоролика. Если неверно, его могут вернуть назад, чтобы он еще раз видео посмотрел повнимательней и еще раз попробовал ответить на вопрос. Вот. И такая здесь настройка тоже есть. В общем, здесь весьма подробные настройки. Очень все хорошо прописано. Конечно, здесь уже за полчаса не получится эту викторину создать. Тут время придется потратить. Но, наверное, оно того стоит, потому что получается довольно интересно. Итак, что еще хотела показать? Еще хотела показать вопрос перекресток. Вот он сейчас на экране. Я не рискнула его использовать, потому что это достаточно сложная история. Это как квест своего рода. В чем суть? Отвечаем на вопрос. Дается два варианта выбора. Можно три, можно больше. Ну, хотя бы два. По умолчанию их два. Они называются выборы и чойсы. Итак, вопрос, варианты ответа, он же текст выбора. Вот у меня сейчас на экране вариант один. Я вписываю текст выбора, а дальше в поле «Перейти к» я должна выставить тайм-код в формате минуты-секунда. Что это значит? Это значит, что если участник выбрал первую альтернативу, то он перейдет в один фрагмент, ну, в какой-то определенный фрагмент выбора видео. А если выбрал вторую альтернативу, то он в другой фрагмент видеоролика перейдет. И вот как квест, по сути своего, получается. В зависимости от того, какой ты выбор сделаешь, в такой эпизод видеоролика ты отправишься. Ну, это работает, если у вас длинное какое-то видео из нескольких частей, состоящее, и вы хотите там внутри какую-то навигацию устроить, то вот есть такой вопрос перекресток. Вот. Но тут надо все продумать, придумать альтернативы, придумать выборы и так далее. Сложновато. Ну, вот такая опция здесь есть, такая ветвистая структура получится. Далее. Есть еще так называемые горячие точки. Это вот точечки, которые будут появляться на экране. Они же называются интерактивные метки. По ним можно нажимать. Эти метки, опять-таки, могут перевести на какую-то страницу, веб-ресурс на какой-то, либо опять внутри видеоролика могут вас отправить. Ну, например, на какой-то тайм-код перекинуть. Их можно сделать прямоугольными, круглыми, квадратными, выбрать фон, добавить мигающий эффект, то есть такую анимацию небольшую к ним добавить. Вот. Таким образом добавляются все интерактивности. Вот они у меня на ленте времени внизу, в виде вот таких кружочков. Большие кружочки – это вопросики, маленькие кружочки – это какие-то объекты просто, либо тексты, либо комментарии. Там у меня, по-моему, комментарии есть. Поэтому они в виде таких маленьких кружочков добавлены. Что еще можно сделать? Это еще не все. Здесь есть возможность добавлять закладки. То есть сделать такую внутреннюю навигацию. Как работают с закладками? Опять запускаем видео. Вот какой-то раздел видеоролика вам нужно отметить закладкой. Вы нажимаете на паузу, нажимаете на значок с флажком. Он с левой стороны внизу. Появляется поле, где написано «Добавить закладку». Нажимаем на плюсик. Все, закладка добавлена. К ней нужно только придумать название. Появится поле, вы вписываете название. И следующую закладочку. Из таких закладок будет формироваться меню. Оно будет появляться в самом начале перед видеороликом. И можно по меню ориентироваться. Подходит для длинных видеороликов, если нужно в них ориентироваться. Например, вы дали задание «Посмотреть только часть». Не все видео, а только какой-то фрагмент. Вот по этому меню здесь нужно, чтобы быстренько найти необходимый эпизод. В общем, как вы видите, здесь очень серьезный подход к видеовикторинам. Здесь все очень подробненько прописано, продумано. И очень хорошо это все работает на самом деле. Есть еще вкладка «Подведение итогов». Это последнее итоговое задание. Можно его проигнорировать. Но это вот как… Оно здесь называется по-английски «самари». Именно что «Подведение итогов». Я бы сказала это так. Это опять-таки викторина с утверждениями. То есть дается какой-то набор утверждений, надо выбрать верное. Тут есть подсказочки, можно подсказки добавлять. Вписываем утверждение. Самое первое будет правильное, остальные неверные. Сервис все перемешает, естественно. Это после того, как видео посмотрено. Вот до этого все задания будут внутри видеоролика. А вот последнее – это будет в самом конце. Оно появляется за 3 секунды до окончания видеоролика, когда уже все основное закончилось. Это как итог всего просмотра. Если нам нужен такой итог, мы можем его запланировать. Если не надо, то и не надо. Пропускаем. В любом случае, на последнем этапе, когда видео закончится, появится экран, и на этом экране будет показано, где вы ответили верно, где неверно. Такая небольшая статистика. Вы сами себя сможете проверить, как вы поработали с этим видеороликом. Теперь, что касается, собственно, статистики и всего остального. Было очень много вопросов на вебинаре, как считать статистику и так далее. Под каждым видеороликом, если мы откроем его на сервисе Утуба, будет числовой код. Там набор цифр. 5 цифр будет. Это нужно для того, чтобы вы отслеживали учеников, если вдруг вам это надо. Правда, ученикам сначала нужно будет зарегистрироваться в этом сервисе. Без регистрации тут никак. Они отвечают, ну, зарегистрировались, заходят под своей учетной записью, выполняют задания. Дальше. После того, как они все выполнили, им нужно нажать на этот числовой код, и вам, как руководителю, как создателю этого видеоролика, в статистику упадет информация о том, кто просмотрел, как выполнил, сколько баллов набрал, сколько правильных ответов у него было и тому подобное. И вы сможете уже так отслеживать и контролировать. Вкладка есть статистики, статистика и вкладка есть отчеты. Там все это будет храниться. Классы здесь создавать нельзя, но вот таким образом можно выйти из положения и получать информацию. А так, в общем, по ссылке можно и анонимно ходить, смотреть, и у вас будет в статистике информация о том, что кто-то анонимно зашел и посмотрел, но без и имен, и фамилий просто. Как гость он будет у вас отмечен в статистике.